Всем привет! Вы на канале Готовим для души. Сегодня будем с вами готовить пышный рулет. Все ингредиенты я указала в описании к видео. Сразу же перехожу к приготовлению. К желткам я добавляю сахар и начинаю взбивать. Чтобы все равномерно размешивалось, со стеночек я собираю сахар и сейчас продолжу взбивать. Вообще желательно дать желткам постоять, чтобы сахар растворился, а уже затем взбивать. Желтки должны увеличиться в объеме. Я прекратила вымешивать, когда консистенция желтков стала вот такой. А сейчас переходим к белкам. Рекомендую брать посудину с более углубленным донышком, так будет легче взбиваться. Мне пришлось потрудиться, потому что дно тарелки такое более плоское. Я начинаю взбивать белки и сахар буду добавлять к ним в три подхода. Белки должны превратиться вот в такую густую массу, то есть они хорошо держат форму. Сейчас сюда мы домешиваем желтки. Перемешиваем осторожно, сверху вниз, примерно вот такими движениями. Идеально для этого подходит силиконовая лопатка. В этом случае консистенция получается более устойчивой и более плотной, если сравнивать, например, с тем случаем, когда мы полностью взбиваем яйца. Также мне кажется, масса гораздо больше в объеме, если именно взбивать отдельно белки и желтки. Сейчас аккуратно вмешиваем муку вместе с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем и проверяем, чтобы не образовывались воздушные камеры с мукой. Для этого проводим лопатку снизу вверх. В этом рецепте идеальное количество муки по соотношению к яйцам. У нас остался еще один ингредиент из списка продуктов. Это молоко. Добавим в него немного нашего теста. Вот так вот, дважды на лопаточку. И сделаем однородную жидкую консистенцию. Затем постепенно добавляем наше тесто. Я добавляю понемногу, тесто становится более жидким. Вот такое идеальное тесто получилось. Оно немножко сейчас шипит за счет того, что белки хорошо были взбиты. И такое тесто очень легко распределится по дну формы. Я буду выпекать на обычном противне из духовки. Застелила его двумя кусками пергамента, потому что он у меня узкий. Чтобы просто все бортики были закрыты. Но все-таки я смажу его маслом, потому что у меня самый обычный дешевый пергамент. Но если у вас промасленный, то можно пропустить этот шаг. Вот так я промаслила пергамент. Сейчас выливаю тесто. Тем временем духовка разогревается до 170 градусов. Распределяем тесто по дну формы. Здесь бы очень, конечно, пригодился шпатель пластиковый. Но у меня такого нет. Так что делаю все лопаточкой. Главное, чтобы все было равномерно и слой примерно одинаковый. Чтобы выпустить лишние пузырьки воздуха, пару раз стукните о стол противнем. Сейчас ставим в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекать будем по мере готовности около 20 минут. Вот до такого состояния бисквит я выпекала 15 минут. Сейчас нужно переложить его на решетку. Это самый мягкий бисквит, который я увидела в своей жизни. Рулет из него просто потрясающий. Сейчас, пока он у меня еще полностью не остыл, я намажу его вареньем и сверну рулет. Вместо начинки я буду использовать вишневый сироп вместе с вишенкой. Это вообще-то у меня такое мамино варенье. Просто оно не густое, а жидкое. Здесь можно использовать вообще любое варенье. Не принципиально, чтобы рулет именно пропитывался. Потому что он сам по себе очень нежный и мягкий. Если попробуете приготовить, обязательно напишите ваш отзыв. Я уверена, что там будут только положительные слова. Вообще-то в рулетах обычно срезают края. Но мне как-то жалко просто этот бисквит портить. Поэтому сейчас я сверну, а там уже посмотрю. И также я добавлю немного вишни как раз из этого варенья. И заверну ее вовнутрь. Это все, что у меня осталось. Но это, в общем-то, не принципиально. Потому что рулет сам по себе уже очень вкусный. Чтобы рулет красиво лег, здесь нужно его срезать под наклоном. Тогда он четко прилипнет. На водяной бане я растопила треть плитки шоколада. И добавила совсем чуть-чуть молока. Сейчас вот этой глазурью буду поливать рулет. Шоколад я налила в обычный пакетик. Просто такой жесткий. Похоже, что плохо протекает. Так, сейчас будут полосочки посерьезнее. Кажется, я все испортила, да? Я решила, что много шоколада не бывает. Поэтому вылила его весь. Вот такой рулет получился. Сейчас дадим ему немножко постоять. А позже покажу вам в разрезе. Рулет получился очень нежный, мягкий, вкусный, в меру сладкий. Это лучшее тесто для рулета, которое вообще можно придумать. Обязательно попробуйте так приготовить. И напишите ваш отзыв в комментариях. Буду вам за это очень благодарна. Желаю всем приятного аппетита. И до скорых встреч на канале Готовим для души.